Сейчас увольняют его, притом в Караганду уйдет, он все, говорит, потерялся. Ахилленький. Я говорю, ну что он, говорит, ну, в Казино играет. Я нифига, не подумал бы даже. А он мне как-то перед Новым годом тоже звонил, он тот за меня денег, говорит. Ну это что-то это, подарок, то все надо. Я говорю, да нету, говорю, блядь. Блядь, самому надо Новый год, блядь. Сколько дней его, блядь. Хорошо, говорит. И вот я вот когда месяц-мемат узнал. Потом случай, говорит, мы его, говорит, а он на работе не появлялся, потому что, короче, коллегам должен денег. Уход по 300 тысяч занимал. Ахилленький. На что-то, я не знаю. Как-то и давали, да, такую сумму. Потом что-то этот, а мне мастер рассказывает, звонит, отец его, говорит, типа, я всех, кому он должен, собираю. Собрал у всех на 21-м годом. Сын стоит, отец, говорит, вот так и так, я, говорит, все до копейки за него отдам, туда-сюда. Твой, говорит, не переживайте, я все отдам. Тут же в сторону пацана отводит, говорит, типа, займи денег, отец. Ну, а тут все с концами туда чухнул, чтобы его никто не нашел. Ужас. А я смотрю, мне просто номер какой-то звонит. Поднимаю, как раз его мастер рядом стоял. Так, так, это я, я все. Че хочешь? Ну, блин, мне там по работе надо кое-что сделать. Ладно, давай, перезвоню. И тут у него мастер рассказывает. А я, все понятно, я тогда в чем-то список закиную вас. Конечно же таких. А он мне потом бомбил, 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 бомбил. Ну, мальчик. Ужас. Мне люди дураки, да, блядь, еще занимают такие суда? Ну, там предлоги, скорее всего, такие. Там что-то у него на лечение матери как-то собирали, я помню. Прям эту сделал бумагу и по всему заболю. Кто что, скилел. Ужас. Ну, он сам, походу, говорит. Кайф. Там заманух у них километр, один раз закинул, говорит, пятьдесят тысяч. Восемьсот тысяч вытащил. И все, говорит, после этого у него в азарт, он там миллионы, говорит, ставил. Ну, должен я взять. Ну, и этот пацан тоже. Я бы в жизни не сказала. Еще, во-первых, интеллигенты. Во-вторых, блядь, начальники все, блядь. Вся семейка, да. И сын, типа, тоже, блядь, метит в мастера там поначалу, блядь. Сейчас я думаю, господи, какие мастера он оказывается. А потом вдруг-то пришел и рассказывает, то ли вы, что говорит. Он того, у того, у того, там и должен. МФОшка должен, этим должен. Я говорю, ну, пиздец. У меня было хорошо, я узнала эту ситуацию. На хуй так позвонит. Скажет, вот, дайте, пожалуйста. Да я и без задней мысли бы столько лет стригу, я наверняка бы, может быть, какую-то сумму бы и дала. А я вообще считаю, что в долг давать надо ту сумму, которую тебе не жалко. Только хотел сказать. Знай мне так это. Которую тебе не жалко потерять. Да, да, да. Ну, так много кто-то типа спрашивает. Он говорит, я раз дала, два дала. Потом с криками, с выплами, это все, не возвращается. Ай, да, хорошо, если возвращается. У меня есть кто, и не возвращает. И больше я сказала, знаете, что, блядь, где самые дети. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Вы можете мне до субботы занять 65 тысяч в пандемию, звонить клиент? Я ему говорю, ты знаешь, брат, говорю, вот стою и думаю, блядь, где 127 взять? Тебе всего больше 67, а мне 127 надо. А он говорит, а что случилось? Я ему говорю, да, вот телефон есть, говорю, 200. А у меня 127 нет. А надо, говорю, еще 127 в телефон. И говорю, блядь, говорю, сейчас пойду, говорю, буду думать, где взять. Пока мне, говорю, предлагают хороший телефон подешевле. Даже не портится. Он говорит, ну вы займите, а я вам вот с пациентами. Я говорю, в смысле, говорю, мне на телефон, говорю, сегодня надо вечером отдать. Ты такой ушлый, говорю, блядь, займи. Для себя этот? Я говорю, нет, ты что, говорю, нет, телефон надо хороший. Охуй идите. Ну, он не как может. Ушлый даже. Угу. Не, ну что, молодежь, мне Кайрат потом это расскажет, говорит, Толь, говорит, ползавода играет. Угу. Вот это твоим. Они эту зарплату ждут, говорит, не знаю, у кого, чтобы пойти туда, вложить. Ох, мне жалко. Ну, весь месяц поработать, а потом пойти за... За один месяц, за один день, да, за один день, за час, да. У них же как выпендриваться между друзьями, еще что-нибудь. Пошел, поставил, о, выиграл. Идет хвастается, а то мой сразу зависть. Опа, почему? Ну-ка, я же тоже знаю там и футбол, и теннис там что-нибудь. Да-ка пойду поставлю. Ох, не получилось, надо еще раз. А, это только один раз не получилось. То есть у нас обязательно получится. Оставить вообще все там. Я вам шоке с усмехи. Потому что вот и рекламы, и всяким этим. Узывая кислородист, и только бета. Каши. Не, и люди, жена даже какой-то. Отец, ну, он тебя уже подставил. Ты уже ходил, не знал, где деньги взять на ипотеку. Зачем ты даешь карточку опять? Зачем ты меня здесь уже один раз подвел? Я вообще-то такие вещи не призываю. Не, да, такие вещи вообще слово подземы. Не хотят работать, хотят быстрые деньги заработать. Легкие деньги. Я не знаю, как можно запрограммировать это. Я не знаю, что ты месяц работаешь, спашешь, а потом уйдешь и просто тренаправленно. Это как болезнь тогда получается. Реально. Это страшно. Нет, и мальчик-то с высшим образованием. Мальчик не просто там халам-балам, он 11 классов закончил. Очень грамотный, начитанный. Может, все дозволено было, когда рост там не уйдет? Не знаю, скорее всего, а это. Потому что пацан просто с ним разговаривается, он даже все материки знает. Я тебя сейчас спросила, у него возраста, 27 лет назад. Никто ни хера ничего не знает, какой материк, это что? Это где, говорит, находится? Клиент один у меня спрашивает, я говорю, ты знаешь материки? А он говорит, это где находится? А я говорю, в смысле? А он мне говорит, не, ну где-то материки находятся? Это что такое вообще? Название казахстан, блядь. Вот такие даже есть. О чем речь там вести? А тут я говорю, этот все знает, прям очень такой интеллигент. Одежда всегда у него все строгенькое такое. Прям смотришь, ну мой господи, ну вот тебе где-нибудь там действительно в директорах. И такой внешность еще, вот эта чека качкает там вот. Я вчера вообще у меня уж тряханула. Я говорю, в смысле, говорю, ваш сын, говорю. А он говорит, вот так, он мне в ноябре. А сейчас опять взял, смотри, я ему звоню же, вы тебе звоню. Я говорю, ну я свяжу, говорю, что вы, говорит. И сердце, я говорю, ой, нахер вот так вот подстрела на полпути. Сняла пеню, ага. Ну и что, блядь, идите, говорю, свой. Пап, да там очень сбывай, ты че, я же тебе сказал, что я больше ми-ми. А у меня прям у самой Веры пропала в этого мальчика. Блин, какой там ми-ми. А потом следом вдруг сошел его. Прям они друзья, прям чуть не с детства. Да, отец, который раньше держал на дыжи. Они его в том году на мембре закрыли. Вухторы. Вот как раз перед тем, как он его кинул. Вернее, в тот момент, сейчас-то выясняется, в тот момент, когда он его кинул. Отец говорит, я говорю, только не пойму, выручки нет. Смотри, с магазина, как у кого-то, луна она не держали. Угу. Выручки нет, ничего нет, ничего не пойму. Жена стоит, вроде идет. Этот придет, но по-моему идет. А, учет же не делали товара. Возвращаем. Поисел. Угу. Два сына, да. Жена и я. Я беру, если она. Сынок угодит. Да я бы не уверен. Какого сынка? Не, ну карточку я бы после всех вот таких событий, честно сказать, больше бы не дала в жизни вообще. Там ему пояснило, куда он не пойти. Почему он не убил? Ну, если я хочу, что ипотека хватит. Да, он женился еще в том году, в сентябре, он пацан. Она родила, а ребенка они отдали родителям. Ну, родители, вот отец тоже, то есть у нас. А сейчас она, эта девка, уже беременная вторая. Ну, это уже для себя. У казахов, вот, и по-моему. Угу. Она одному не воспитывает, второго, естественно. Ну, я такие вещи вообще не воспринимаю. Родили, сами воспитываете. В чем здесь родители? Родителям, мне кажется, вам надо отдыхать. Они тебя воспитали, все. 20 лет, до 30 вытаскивали, ну. Потешествовать, пожалуйста, если здоровью позволить. Да, на старости лет, после 50-60, кто как-то вон. Все, занимайся с собой. Не, я, не, я сказала, нахер надо, блядь. Это вот, блядь. Выросли, отучились, образование получили, работать пошли. Слава Богу. А там, уже пусть пожинают, что получили. Так, нет, я аж это, пришла домой и, это, деньги аж перепятала, блядь. Пизду, думаю, блядь. Друг бабка что-то там у меня хэ знает, блядь. Муж, думаю, вот с них приходит, пока меня нету и дома. Думаю, нахер, говорит, стол, стол компьютерный. Я его подняла и под него, короче. Пизду вас, блядь. Ну, что-то мне эта ситуация прям, это, не понравилась. Надо же так. Что это за такой, этот, порядочный парень с такой семьи. Сам такой в Караганде учился, все. Магистратуру закончил, все закончил. Еще и магистратуру закончил, помимо. То есть, ну, вообще не Аболтус, по идее. Как хотелось бы думать, оказалось. Безамедельно. Тут, наверное, кто-то в компании попался. Ну, вот это, бабушка говорит, что на заводе сейчас большая часть играет, а друг говорит, что он давно играет. Ну, аж до этого не такие ставки делал, может, так. Поменьше, да. Ну, а так, он там мастером работает на заводе, не знаю, что зацелка. Моцэ, рампин, что-то такое. Нет, не рампинзэ, промыселуй, что-то там такое. Ну, подрядчики наши. Завод у него неплохая. Завод не кайрат? Кайрат, кайрат. Усатый. Усатый. Не а. У них календинцы все кайраты же. Каталраты даже надо. Не удачу всех семена это. Как-то суть менять. Нет, просто, как сказать, так воспитывали-воспитывали, а он взял тебя и обворвал. Дворство. Да? Я все и у своих. Да, за чужих бы сел. Как бы сел. Если бы люди написали за недвижимость. Нет, ну он вчера думает, он многим должен, но он по 10 тысяч, по 5 тысяч, да, вот. Отдает, говорит, лишь бы это. Отцу не говорили. А вот ваш. Болели еще неделю. Садик не пробили, но сегодня старшего трома, младшая пока попросила. А как они у вас? Они же вкусняшки. Ну, у меня первая родилась, а вторая. Ничего себе. По временем там. Минут, нет, две или три минуты. Всего лишь? Да. Десять килограмм больше, а не гуси десять. По временем. Ну, с одной, с какой-то вот прям постоянно. Да, это вот как раз, который я сейчас в садуке, папина дочь, а это мамина. А-а-а. Я потом сейчас смотрю, папка с 7, гуси, вторая, я думаю. С 4 утра, наверное, дома кушать какую-то. А больше ко мне это, не гулять вместе сразу, куда-нибудь собираешься. Пацанка, короче, такая. Ну, хотя сейчас трактором поменялись. Раньше она такая боевая была, а сейчас все так. Поспокойно. Младшая начала ему пить прям, поплачет. Будет вам оборудовать. Он красивый. Они-то необычные бритвы, да? Да. Вроде брезняшки, но, блин, что-то или нету, что это, не похоже. Когда бывают моменты, встанут в одинаковую вот эту позу, и видите, оно прям. Одинаковый, да? А так смотрят, они даже не скажут. Это вы так думаете. А вот мы со стороны, одинаковые они, кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь. Ну, младшая, он сейчас вес у меня чуть побольше стал. Одна 18 с половиной. Дальше. Да, мы еще это все запоминались. А что они туда не пошли? Ну, не ясно. На сегодня. А нет места вообще. Знаете, я все зарплату все получили. Сразу быстро быстро. Ага. Я смотрю просто на роботе коллеги. Тут наобеде съездили, подстрелились. Если думают, что я буду выходить. Да, многие и так. Потому что в воскресенье, субботу, по-вот, какие-то дела. Кто-то выезжает. Дальше он, дай сейчас в России приехал. Своей матери остановился. Приходи, в шаботу, мясо покушай. Я еще и сам и сделаю. Я там готовлю. Блин, шикарно. Я думаю, жена навряд ли дома что-то готовит. Редкий случай, да? Ну как, вечера, бля? Да ладно, блин. Я же вижу все, что вы думаете. Редко, но захожу в совет, посмотрю. Ну, как гляну. Ё-моё, вот это сготовил. Все время я хочу написать так, адрес свой, мне туда. Там, можете, там оставаться. Сейчас, сейчас, Летон. Открывай дверь. Я бы двое-то не потянула. Ты посмотришь сейчас, когда Савину, да? И жалуются. Ой, блин, тут это, тут то, что. А, у нас сразу думают. Да, ты попробуй меня. Пожалуйста. Ты так тяжко, двое-то сразу. Ё-моё. Одна эта хочет, и эта тут же. Открывай дверь. Открывай, открыто же, заходи. Тяжело? Садись. Открыто. Я ее уговаривала уйти. Садись, посиди, садись. Садись, Милавочка, туда не ходи. На диванчик, садись, у волоса будешь. Унгушка, волоса. Мама, папа. Красивый папа? Да. Старенький папа? Мам, папа. Всего, да? Ужас отригостаровал. Садись, спасибо. Ой, маму. Это, папа. Папа? Ну, гонки, красивый. Как он отвечает? Да, в жизни, как он не ловит. Ой, гонки, все, господи. А так всегда. Пока сам не столкнешься. Да у меня две одноклассники, четыре было, две пары, мы их не разве, мы так и называли. Маринка, Наташка одна идет, а мы так и кричали, мы их не знали. И с первого класса по одиннадцатый выучились, и так и по сей моменту. Так мы не поняли, да кто из них. Я до сих пор не знаю, кто из них Наташка, кто из них Маринка. И Асем Асель, мы так и до сих пор, я бежу одну и говорю, Асем Асель, привет, как дела? Ты родитель, да? Мы так привет, а они говорят, что мы нас различить не можем. Такой одинаковый, тело одинаковое. Я не знаю, у меня клиент Максат и Бигзат. Я их вообще не знаю, кто из них, кто. Кто пришел, того подстричь. Кто его подстричь. Первый пришел, говорит, здравствуйте, можно подстричься? Можно. А на следующий день мне парень пишет. И потом приходит на коже. Я пошла там в Арбате курить. Ну, а он сидел на диванчике. Выхожу. Второе двое сидит. А я ничего не пойму. Я бы ничего не поняла, говорю, у кого я стригала. Так, я заработала, а мне в отпуск. Да, я говорю, что-то я говорю, я тебя вчера стригла, теперь у вас уже двое. Что за это? И в полиции два парня работают у нас в Балхаше. Ну, наверное, один уже в Астану уехал. Одинаковые. Два этих, прям они вот пешие по городу. Один в один, я тоже их не знаю. Как они их? Я говорю, как вы на работе? А вот один заболел, говорит, а я могу идти. Я иду, говорит. Если не моя смена, они хорошо в разных сменах. А мы, говорит, школу так, говорит, в школе экзамены завали. Говорит, вообще кое-какую. Один выучил, да? Да, второй бездельник был. Все, и, говорит, тема. Ну, я на работе, начальник мой, один из близнецов. Я в Сиху работал когда-то, там и брат работает, начальник он тоже. Вот у него сначала поработал, потом вот ко второму пошел. Ничего себе. И прям тоже похожи они. Да? Я их, когда так с виду, я их не мог различить. Я сейчас тогда уже с ними поработал. Ага, и когда свои есть и все. А, напротив же вот, который детский магазин. А, на-на-на. Мама! Ой! Вот они прям, тоже как две капли. Дай. Сикомана. Сикомана? Да. Понятно. Ну, вот и Чик-Чик. Чик-Чик. Ну, Татьчика, мама тоже, наверное. Сутки. Давай. Ага. Не, моя, блин! А, ничего не делала. Козел, козел. Не, я уже детей не понимаю маленьких. Нафиг. Да что говорят, блин. Можно нам переводчика, да? Да. Маленький. Красиво-то, мама. Беленький вообще, да? Иди сюда, давай. Отнеси. Ты как сладкая кушаешь. О, она такая сладкая-то. Красивая. Мам, наверное, обои на вас не похожи. Они на кого-то любят. Они прям красивые. А я мужу вчера говорила, что дети не в него. Мама, я вот тут говорю. То есть, они прям, она прямо во все, она вся такая все милая, нежная. У меня Санька похожа, чем-то чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть. Порода моя. А так, если бы папы были страшные, то я же не вижу. Да, папка красивый у вас. Ну, это он же сейчас красивый. Да, но мне он не бросал всегда. Нет, ты командир его. Вы ему не говорите, что он красивый. А я лодов не стригу. Я не люблю некрасивых мужиков. Паргур, отлично. Мне вот пишут, я же многих-то не знаю, кто пишет, но изначально вот один раз придет, все, если у меня что-то не так вот с лицом, и мне один парень пишет, вот один раз пришел, послился, я думаю, господи, я тебя в жизни больше не возьму. Здравствуйте, вы по записи принимаете? Я за меня только по записи, у меня все занято до 8 вечера. И у меня нет места. И этот, он мне пишет, почему вы меня больше не берете? Я говорю, у меня нет места. А он говорит, что вообще нет, давайте на завтра. Я говорю, завтра нет места. Я не люблю, не, 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 не. Им зачем красивая стрижка, качество? Им вот бардюшка. Только обезьяны не украшают, как-то им не украшают. Да, вообще, вчера читали, да, статус, мужик пишет, я с Караганды. У меня своя зона отдыха в Балкаше. Все, меня это как задело, я ему говорю, слушай, тебе нужно было подкиньться, или ты пришел, а что у тебя зона отдыха, ты что думаешь, если у тебя зона отдыха, я тебя подстригу как-то по-другому, что ли? А, точно, вот. Чтобы больше не выкендривал. Ужасно вообще, блин, мне зачем знать зона отдыха у вас, туалет у вас, что у вас там, мне какое дело. Я же не рассказываю, что у меня есть. Ага, моя задача вообще просто подстричь и иди. Думаю, это же есть люди неадекватные. Я такого вообще в первый раз встречаю. Я вот в этот, с Караганды, в Караганде живу, но у меня в Балкаше зона отдыха, е-малый. Зря продаю. Кто, наверное, на стрижку платил? Да, точно. Кстати, такие вы жаднее всех. Ужасно вообще, что к умрению? Я ему и сказала, мужик, не надо ко мне, я тебя не запишу этот, ни при каких обстоятельствах. Он еще хотел на 10 утра, чтобы я клиента своего убрала и... Когда они уходят, телефон возьму и фотографирую. Вот он открываешь в балерее, у тебя 300 фотографий. Тут собака, ноги свои фотографии, еще и чуть. Я даже глаз не могу отобрать, что-то, 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 что-то. Подкинули в роддоме. Ну, папа, раздай, папа. Волосы какие-нибудь беленькие, да, Нитя? Рыжий, детский. Все? Папа, все? Все, папа? Пиццу будешь? Папа, давай. Есть. Конечно, чукавка с вами не будет возиться, там не только в стату сидит. Какие ласточки прямо. Не, он еще и нежный, я таких детей давно не видела, как его лапочка. Ласточки. Ну, как красиво теперь. Слушай, подрастет вообще. Отбоя не будет. Отбой будет? Да. Он как порядок стоит. Ты кто? Что там говоришь? У тебя мило на Балхасе. Пусть брать нам в Дубае надо. Мы не для этого рожали. Не, не, не. В Дубае –